Вандал. Российское речное нефтеналивное судно. Вандал, построенный в 1903 году, был первым теплоходом и одновременно дизель-электроходом в мире. История. В конце 19 века работавший на машиностроительном заводе Людвиг Нобель, шведский инженер Антон Карлсон, проинформировал своего работодателя о публикации Рудольфом Дизелем книги, которую он описывал изобретенный им новый тип двигателя внутреннего сгорания. Нобели, занимавшиеся разработками нефтяных месторождений, заинтересовались новым изобретением, и уже в 1898 году ими был приобретен патент на 20-сильный дизельный двигатель. В течение последующих лет инженеры фирмы Нобели работали над улучшением дизельного двигателя. К 1902 году им удалось разработать двигатель, пригодный к использованию на судах. Постройка первых теплоходов в мире началась в 1902 году на Сармовском заводе в Нижнем Новгороде. Товариществом «Бронобель» было заказано сразу три однотипных судна «Вандал», «Сармат» и «Скиф». Эти суда являлись танкерами, предназначавшимися для перевозки нефти из Рыбинска в Санкт-Петербург. Размеры корпуса были приняты с учетом ограничений маринской системы. Прочный корпус позволял этим судам ходить по Онежскому и Ладожскому озерам. Первым из трех судов построен был «Вандал». В 1903 году корпус судна был отбуксирован в Санкт-Петербург, где на него были установлены двигатели. Судовая двигательная установка показала себя хорошо во время испытаний, но в первом же рейсе «Вандал» стал жертвой аварии. После ремонта «Вандал» проработал на «Волге» еще 10 лет. Однотипный «Сармат», который также вступил в эксплуатацию в 1903 году, проработал до 1923 года. Корпус теплохода «Сармат» в очень приличном состоянии находился до конца 1970-х гг. На правом берегу Эр-Акей в городской черте Н. Новгорода использовался для нужд стоянки маломерного флота. Впоследствии, по всей видимости, был разрезан на металлолом. Благодаря положительному опыту, полученному в ходе эксплуатации первых теплоходов в России начало быстро развиваться теплоходостроение. К 1914 году в России работало уже около 200 теплоходов. По этому показателю Россия заметно опередила другие страны, где первые теплоходы начали строить только в 1911 году и в 1912 году. Конструкция и устройство. Двигательная установка «Вандала» состояла из трех-трехцилиндровых четырехтатных компрессорных дизельных двигателей мощностью по 120 литров. В каждой электрической передаче двигатели были нереверсионными, но благодаря электрической передаче судно могло двигаться задним ходом. Также электрическая передача обеспечивала высокую маневренность, так как можно было плавно регулировать скорость судна. Однако при передаче терялось 15% мощности дизельного двигателя. Электрическая передача состояла из трех электрогенераторов и трех электродвигателей, которые приводили в движение три грибных винта. На «Сармате» передачу изменили. Для переднего хода использовалась механическая передача с муфтой, а для заднего хода электрическая. Размеры «Вандала» – 74,5 метра в длину и 9,5 в ширину. Судно брало на борт 820 тонн груза и развивало скорость в 13 км в час. Корпус плоскодонный. Машинное отделение располагалось посередине корпуса. Емкости для нефти размещались спереди и сзади от машинного отделения. Источники – речное судоходство. В России авторский коллектив «МН Чеботарев», «МД Амусин», «БВ Богданов», «ВА Иваницкий», «Ей Чеснов». Текст на сайте «Библиотека» Александра Соснина, «Асджи Дампэфт», «Дэран Фанквомэнд», «Дэр Дэнпфшиф», «Бэнд Янкфелд», «Шведские пути в Санкт-Петербург». М.